Андрей Николаевич Малахов Андрей Николаевич Малахов родился 11 января 1972 года в городе Апатиты Мурманской области. После окончания школы будущий телеведущий отправился покорять столицу, где с легкостью поступил на факультет журналистики МГУ. Окончив луз красным дипломом, будущая знаменитость в течение двух лет стажировался в Мичиганском государственном университете, благодаря чему до сих пор свободно общается на английском языке. По-английски я общаюсь, под софитами стою, Все в эфире меня знают, постоянно говорю, Я известный импозадный, я спортивный и голодный, Все ток-шоу бьют свинцом, если в них мое лицо. В детстве Андрей окончил музыкальную школу по классу скрипки, однако особого интереса к музыке никогда не проявлял. Куда с большим удовольствием мальчик выходил на сцену в качестве конферансье. Карьера телеведущего на Первом канале началась еще в далеком 1992-м. Будучи студентом, он формировал сюжеты для программы «Воскресенье» с Сергеем Алексеевым и готовил авторские тексты для рубрики «Погода на планете». Через 4 года Малахов стал специальным корреспондентом дирекции информационных программ канала и программы «Доброе утро». Но об этом мы поговорим в нашем следующем. Включение об опасном возрасте, о ваших картинах, планах и творчестве. Иозас Будрайтис, ранний гость у нас сегодня. Не переключайте канал. Андрей не раз снимался в кино. В его фильмографии есть и полнометражные картины. Однако телеведущий никогда всерьез не задумывался сменить профессию. К тому же во всех кинопроектах он играл только самого себя. С 2001 года по 2004 в эфире Первого канала выходило ток-шоу «Большая стирка», которое сделало Малахова одним из самых успешных шоуменов российского телевидения. С сентября 2004 он был ведущим программы «Пять вечеров», которое переросло в знаменитое ток-шоу «Пусть говорят». Андрей! Да! Как дела у самого лучшего ведущего на свете? Хорошо, прекрасно. А ты откуда знаешь? В 2006 году Малахов попробовал себя в роли писателя. Шоумен выпустил роман о современном телевидении и нравах под названием «Мои любимые блондинки». Книга разошлась внушительным тиражом около 50 тысяч экземпляров. После чего из подпирателя ведущего вышло еще одно произведение – роман руководства для достижения успеха под названием «Моя вторая половинка». На самом деле Андрей Малахов простой парень. Если пробки, то спустится в метро и выстоит очередь за билетом. А когда нужно пополнить продуктовые запасы, он не стесняется заходить в крупные сетевые супермаркеты. Кадры, которые вы сейчас увидите, поражают своей жестокостью и равнодушием. Также одной из своих вредных привычек популярный телеведущий считает фитнес-зависимость. Несмотря на плотный рабочий график, Малахов посещает спортзал три раза в неделю и проводит там по полтора часа. В 2015 году на церемонии World Class Fitness Awards за достижение в области фитнеса шоумен был удостоен звания «Мистер Фитнес». Несмотря на ответственную работу, ежедневные эфиры, один из самых известных телеведущих страны, по собственному признанию, никогда не приходит вовремя. У Андрея нет других дурных привычек. Журналист не курит и не пьет. Но вот опаздывает часто. И никак не может побороть себя. Однажды Малахов так торопился на съемки, что заставил водителя поехать быстрее, чем положено. Итог – дорожно-транспортное происшествие. К счастью, обошлось без серьезных травм. В 2006 году журналист был награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. А за годы работы в Останкино получил более 500 различных премий в области шоу-бизнеса. Однако к себе знаменитый телеведущий относится довольно критически и даже признается, что не может смотреть собственные эфиры. Это видели все жители Европы во время трансляции из... Где было Евровидение в тот год? В Москве. В Москве, простите, пожалуйста. Внимание на экран. Андрей Малахов – опытный филателлист. Гордость его коллекции – это около тысячи новогодних марок. Помимо этого, у шоумена есть множество увлечений, одно из которых – выращивать цветы на балконе. Также телеведущий старается скрывать от посторонних глаз свою семейную жизнь. В 2011 году он даже перенес дату собственной свадьбы, когда она стала известна СМИ. Свою супругу Наталью Шкулеву Андрей встретил на работе в издательском доме, где он занимает пост главного редактора журнала StarHit. 16 ноября 2017 года, после шести лет совместной жизни, Андрей и Наталья стали родителями. Счастливый отец предложил зрителям программы Андрей Малахов – прямой эфир, телеканала «Россия-1» принять участие в довольно интересном голосовании. Любой желающий мог выбрать одно из имен – или Николай, так звали отца или журналиста, или Александр, в честь князя, принимавшего участие в Ледовом побоище. По итогам голосования победил второй вариант. Андрей Малахов и Наталья Шкулева решили назвать сына Александром. Также Андрей уже пять раз становился крестным отцом. Если было интересно и занимательно, то нажми кнопочку «Подписаться» на канал, чтобы следить и быть в курсе новых видео. Звездный океан всегда с тобою.